Долгожданный выход Мы месяц, ребята, не выходили на раскопки, в связи с тем, что у парней то работает, то кто-то у нас купается Пацаны, жара-то какая, вообще караул просто, как вы там справляетесь, не знаю Все, всем привет, от него приезжал В общем, мы как-то собрались сегодня на четверых, у нас есть сегодня еще один новый камрад, Дмитрий Но он тоже, как и Рустик, не фигурирует на лицо, у каждого свое понятие И приехали мы вот на такое вот место, ребята, трава по самые яйки Такие яйки по шее вообще По шее, да, ну у кого яйки, где около шеи По гландой Рустик как раз там полянку организовывает, вот сейчас как раз на шее Вот так вот В общем, ребята, уже темно Но сейчас мы сразу определимся шурфом Я щупом вон там он уже прощупал И мы припарковались именно на этом месте Щуп сразу мне показал, что стоит его здесь зашурфить И посмотрим в течение ночи, будем всю ночь копать И что-то интересненькое, надеюсь, у нас получится Вот Но, к сожалению, ночью ничего у нас не вышло интересного Но зато на утро, как поперло, как поперло Мы даже не успевали монеты вытаскивать Устали копать монеты Так что смотрим Будет очень интересно Во второй части Сереге камеру дам Надеюсь, чем-нибудь интересное это снимет Ну все, батарейки заряжены Лопаты вопнуты Все, начинай Все готово Рустик там поляну кроет Смотрите За приезд За приезд Деду надо честь Да Деду обязательно по традиции Пару капель обязательно капнуть надо Вот еще один шурфолог Кстати, это Дмитрий приехал со своей лопатой для шурфа, ребята Это Дмитрий Это самая счастливая лопата Чуть больше локтя, ребята Как вот шурфить такой лопатой, не понимаю Нормально Парень приехал как бы шурфить первый раз Щуп увидел, что это такое, что у вас за агрегат Ну, это мои инновации, ребята То есть, куда искать Щупы Это как бы новинка Диковинка Но он уже себя зарекомендовал Все мои шурфы зачетные Угадываю практически всегда Где есть находки Ну, ладно Вступление есть Меня видите Значит, у нас находки обязательно будут Так что смотрим Будет интересно и весело Ай Итак, ребята Ну, как говорится Опыт не пропьешь Я чемпион Так Надо вот так выключить В общем Так, 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 так Где свет-то, ешкин кот Где я-то В камере меня не видно вообще Ёпты Во Глаз появился Во я Ну что, ребята Опыт не пропьешь Чемпион комаров Жесть Сколько Мне пришлось вот такую вот у Рустика Одежку взять В общем У меня первый сигнал Царский сигнал У Сереги топорик был обломанный А у меня монета Монета, ребята Вот она Крупная Крупная монетка Вот она, красавица Сейчас вместе с вами Будем рассматривать Сохран Огонь Вообще Огонь Сохран Николай 1896 год Вот такая Рельеф Смотрите, какой высокий Пацаны Пацаны Наверное думает Блин Подкинул Вот только посмотри Серый Какой рельеф Рельеф Серый Просто сногсшибательный Смотри 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 Там, по-моему, 94 Александр Вот такая красоточка Ух-ух-ух Здесь Да, вот такой-то объем ямы Лопата, наверное, на три штыка уже Но засыпка туда дальше идет Так что вот в таких вот Погодных условиях У меня первая находка Под закат Красиво Закат Все копают Серега Рустик А Дмитрия уже И не видно И не слышно Где у нас Диман? Диман! Диман! Ёпта Слышно, да? Ясно Ладно, хорошо А то у нас Диман Первый раз здесь Он немножко это В дороге пригубил Где-нибудь его упадет И Дикий зверь с ним ляжет спать Ладно Пойдем дальше Кстати, вот здесь вот лежанка дикая была И вот здесь вот дикая лежанка была Так что здесь дикий зверь любит поспать Ладно, за монетку Глоточек пива Могу себе позволить Класс! Ставим пальчик за трудосторание Итак, ребят, Сергей смещается в нашу сторону с Рустиком И у него сигнальчик Рустик проверил Серега проверил Говорят Монетный Но Уже глубоко Этот монетный сигнал Может быть и Не монета Хочу заснять в прямом эфире Как копаются ночные шурфы Засыпка В принципе, вот На два штыка На два штыка Только идет кирпич И камень Все, да? Первый Терка И фишер Нет, ребята, нет Нет сигнала Ладно Включусь, когда будет что-то Итак, ребята Ну что Решил вам заснять Шмурдяк Ну и шмурдяк Довольно-таки интересный Это у нас Вот подставка Подставка для утюга Я, если честно Просто так вот догадался Что это подставка для утюга Ни раз мне не попадалось Но зачетно Нечастая вещица Которую находишь Зачет 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 Класс Так, у нас один Камрад Все Спать пошел Сдался Дмитрий Остался Серега Серега Еще живой И Рустик Более-менее ходит Так что все у нас впереди Итак, ребята Ну что, верховая находка Терочка Серега Поднял вот монеточку Монетка очень приятна тем, что это Павел Павел Первый Вот такая зачетная Не ожидали, честно говоря Не ожидали Что здесь можно найти Павлика Верхового, ребят Не на шурфе И вот куча вот всякого такого Что ты говоришь по поводу этой гильзы серой? Ну просто это Ари Сака Ари Сака 6 мм Это вот мосинки Большие Ого, да Они, посмотрите По размеру По размеру Прям отличаются Ари Сака А это моси Мосинки Классно Ну, сопутка есть Находки есть Это мы ходим, ребята Верховые собираем Так что Верховые Еще на этой деревне есть И планируем Вот на этой И вот В местности Возможно Остановиться Может быть Даже И зашурпить Ну ладно Ладно Посмотрим Итак, ребята Он Шурф Кем-то шурфленый Вот видите Ямка Но Полностью нет И верховые Смотрите Сначала Вот в этой ямке Которую я присыпал Видите Вот присыпанная ямочка Нашел Один кусок Один кусок Шприца И здесь же Где-то я бросил Второй кусок Второй кусочек Тоже шприца Вот он Смотрите Вот он Комплект Стеклянного шприца Древненький Сигналил Звонко Ладно Вот такие вот Так Здесь Чё И Кирпич Камень Кругом Всё это присутствует Может быть На ночь Здесь и останемся Кругом Темнота Фонарь Повесил на шею Светит Вообще Классно Раз Режим Два Режим Смотрите Как хорошо Светит Ох Вообще Зачетно Рустик Там Дмитрия Укладывает Больно Долго Уж Укладывает Ну ладно Будем Продолжать Искать А Это Ещё Вот Третий Режим Три Режима Дальности Зачетно Ну чё Серый Зашурфимся Что ли Ага Ага Всё бы Хорошо Ребят Но Надвигается Какое-то Тёмное Облако И Молнии Мы Находимся В полях Если Дождь Начнётся То Отсюда Мы Уже Не Выберёмся Я Остался Совсем Один Со Своим Фонарём И Вот Движется Грозовой Фронт Да Уж Ага Все нормальные люди Уже спят Давно Блин Мы пытаемся что-то создать, создать какой-то контент. Красиво, красиво сверкает. Когда сверкает молния, ведется отсчет после молнии, вспышки, по секунды. Сколько секунд вы насчитали, и это означает километраж. 20 секунд, это означает, что 20 километров, 10 секунд, 10 километров, где-то уже идет дождь. Так что имейте в виду, вам на заметку. Ладно, продолжаем копать. Пытаюсь разработать старый кем-то шов. Думаю, что-то будет из этого. Итак, ребята, доброе утро. Вы, наверное, уже проснулись, а я еще не ложился. Пацаны лежат. К сожалению, они снова не выдержали ночного копа. Да и, в принципе, ночной коп у нас состоялся как-то неладно. По видеосюжету вы, наверное, уже видите, да? То, что у нас уже рассвет, а всего несколько было видеосюжетов. Ну и снимать было нечего. Рустик несколько пятаков поднял советских. Вот, я тоже пятачок поднял. 52-го года тоже не снимал. В общем, пока пацаны спали, я проверил 4 фундамента. К сожалению, они все были взорваны. Но взорваны как-то, знаете, то там, то сям. Ну и я решил немножко продолжить попробовать. Сопутки не было интересной. Ну и находок тоже самое. В общем, получилось неладно, нескладно. Показывать пока нечего. Сейчас пацаны проснутся, мы позавтракаем. И, наверное, все-таки по верхам походим. Вот, я, наверное, спать ложиться не буду. Все равно уже солнышко, солнышко уже встает. Вот, и ночью, ночью несколько было жутких случаев. Страшновато было. Тем более у нас гроза здесь была. Но прошла мимо, слава богу. В общем, как-то вот так вот. Реальный коп, ребят. Ничего такого. Кладов нету. Крупного серебра, золота тоже нету. Так что вот такой вот настоящий коп. Ну а за ночь, ребят, у меня вот такое количество полезных сигналов. Вот он, пятачок. 52-го года. Зашлепанный. Сохран, наверное, будет плохой. Затем от самовара. Потом какая-то круглая. Была похожа очень сильно на монету. И сигналила очень здорово. Вот такая вот еще пряжечка. Конинка маленькая. Ну и шурфа в первые же минуты земляной дед задобрил. Прям здорово. Кинул вот такую трешечку 1896-го года. Сохранчик достаточно бодрый. Ну вот так вот. Вот так вот. Пацаны проснутся. Покажу, что они накопали. Рустик. И тачков надергал советских. Ладно. Пойду я, наверное, завтракать. Да и пацанов надо будет. Ну что, ребят. Именно солнышко встает. Желтенькое-желтенькое. И вот из этой ямки А, монетка. Вот она, красавица. Желтенькое-желтенькое. И это сегодня первая двушка. Ранее. 28-й год. Блин, чуть-чуть бы. Было бы на годик позже. 27-го года. Было бы зачетно. А так, 28-й год. Ладно. Хорошо. Не глубоко. На штуке лопаты. Идем дальше. Кстати. Я вот иду. В темноте копали, пацаны. Это уже третья бутылка. Стоит. Это половина. Это половина. Там дальше. Еще две стоят. Больше половины. Кругом бутылки. Начатые. Ладно. Продолжаем. Итак, ребят. Наконец-то. Наверное. Красотка выпала. Да, это монета. Да, это еще царская. Ха-ха. Это царская копеечка. 1910-й год. Вот такая вот. Красотка. Вот, вот. Неглубоко. Прямо на поверхности. Так что. Ладно. Идем дальше. Итак, ребят. Там он один персонаж проснулся. Чего-то он шатается. Это Диман, который самый первый спать ушел. Он проснулся. В общем, к чему я. Ребят, был сигнал. Не очень такой медный. И он был вот в таком дерне. И я как бы уже плюнул на этот сигнал тем, что думал алюминий. Потому что как бы вот в такой вот хреновине. И пополам его. Как трахнул. И ладно, хоть трахнул. Потому что сразу же выпала монета. Ёшкин кот. Монета. И где у нас монета? Монета. Монета. Их и так мало. А я еще умудрился ее потерять. Ёшкин кот. Вот она монетка, ребята. Вот она. Вот она. Намотана. 20 копеек рамочник. Прям в дерне, ребята. 41-й год. Вот такая вот монеточка. 41-го. Начало Великой Отечественной. Зачет. Есть верховые. Есть. На этой деревне. Шурфы-то все взорваны. А верховые еще встречаются. Ладно. Продолжаем. Итак, ребята. Смотрите, какой вам сюжетик приготовил. Дайте-ка я лягу удобно. А то у меня нога болит. Смотрите, какой сюжетик. Та-дам. Ай, красавица. Это у нас 5 копеек. Ах, 54-й год. Бодренький, бодренький. Пойдет. Класс, 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 класс. Я скоро Рустика по пятакам догоню. Кстати, ребят, хочу новичкам кое-что сказать. Деревня битая до безобразия. Все шурфы взорваны. Я даже не шурфлю, ребят, на них. Вот. И у меня все равно находки. Во-первых, не просто так. Здесь вот коровки все съели. Но я не хожу там, вон, по той стороне. А хожу именно здесь. Перед фундаментами. Перед. Здесь вот, как проходит улица. Вот. Хожу перед фундаментами. И по бокам. Но иногда сзади. Туда дальше я не углубляюсь. Там будут огороды. Ничего интересного. Все находки, когда выходят из дома, здесь вот потеряшки. Все находится вокруг фундамента. И перед фундаментом. Так что вот здесь вот у меня находки и выпадают. Так что имейте в виду, с какой стороны дымовой ямы ходить, искать. Я вам жизнь прощаю. Хорошо. Солнышко кверху подымается. Мухи больше не кусают. Ночью комары кусали. Утром мухи. Да, и ямки, ребят, закапывайте с собой. Вот. Потому что я здесь встречал ямки давнишние, незакопанные. Но все же большая часть ямок присыпана. Это радует. Все. Продолжаем. Ходим, бродим. Вот в этих местах. Вон, видите, да? Такие вот луга, леса. Здесь, возможно, когда-то были кочевники. Наконечники стрел. Все прочее находится по ту сторону речки. В лесах. Потому что леса, холмы, это места как раз кочевников. Нашей местности. Ладно. Так. Димон, походу, сделал свое дело и снова спать лег. Кстати, он бутылку, бутылку-то одну еще забрал с собой в машину. Вот он вчера, блин, нахрюкался. Все. Идем дальше. Вот именно. Вот так вот. Потому что вот фундамент, дальше фундамент. Все рядышком. Итак, ребята. По этой же прямой еду. То есть, следующий сигнал, который копнул, вот она, круглая. Эх, зря снимаю, конечно. Это у нас обычная конина. Следующий сигнал. Сразу же. Вот такой отпечаток остался. Ой. Неглубоко. Все наверху. Аська, катушка Нелл Шарп цепляет очень хорошо. Ладно. Продолжаем свой путь. Итак, ребята. Серега проснулся. Вместе со мной копает. Доброе утро, Серый. Ну, а у меня сигнал. Сигнал достаточно приятный. Это не монета, ребята. Но это серебро. Вот такая вот сережечка. Сейчас где-то я видел пробу. Вот. Смотрите. Тут какая-то проба. Сейчас вместе с вами будем разглядывать. Вы чем-нибудь видите? Ай, расплывается. Я глазами не увижу. Только при помощи камеры. Вместе с вами. Так. Приближаю. Расплывается. Ну, это какие-то буквы там. Или что-то в этом роде. Ж-39, что ли, что-то тут такое. Ну, ладно. Целая. Целая. Ох, она даже, смотрите. Да. И на этом на ушке тоже пробы. Видите, да? На ушке тоже пробы имеются. Вот она. Классно. Классно. Зацеп прям всё работает. Хоть сейчас в ухо и носи. Ладно, пойдёт, пойдёт. Там вот коровки идут. И они пойдут, наверное, через нас, ёжкин кот. Ладно. Будем искать вторую. Комплект. Итак, ребят, наткнулся я на сигнальчик. Я уже устал копать этот клад. Не знаю, клад. Ну, скорее всего, арсенал. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Вот это вот. Вот это вот старинное. И его тут полно. Кругом. Смотрите. Смотрите, сколько. Это... Ладно. Смотрите, сколько ещё здесь наковырял. Смотрите, вот такие вот. Это от Мосина, походу. Ещё есть вот такие здоровые. Блин, их полно здесь, блин. Охренеть. И сигналы продолжаются, ёртой. Офигеть. Вот это я наковырял, бля. Охренеть. Смотрите, какой арсенал. Я уже... Сигналы-то здесь продолжаются. Вышли по стариннее. Пришли по войне. Ну да, блин. Жесть полная, блин. Блин, жалко за дым. А, не, нормально. Нормально. Пойдёт. Куда пойдёт? В ямку обратно они пойдут. Ну, по-моему, отрезать. А эти-то в ямку. Ладно, сейчас будем дальше. Давай, вот, на лопату. На лопату. Мы сейчас их диавиактивируем. Ай, блин. О, вон туда. Смотрите, блин. Живой. Да. Всё, хорош, не надо больше. А то сейчас у меня лопата сгорит, хепты. Сейчас мы в прямом эфире проверим. Рабочие это всё дело. Да ладно. О, смотрите, работает. Да ладно. Что-что-что-что творится? Блядь, это у меня лопата, смотрите, новая. Ёркенкут. Рабочие патроны, ребята. Всё. Надо их все распотрошить и копать дальше. Итак, ребята. Вот в этом месте был арсенал. с Первой мировой. На патронах вот такое количество у меня получилось патронов. Надпись. Вернее, цифровое обозначение. 1916 год. Здесь два вида патронов. Вот такие два. И ещё вот такой. Это от Мосси, похода. Эта хрена знает. Такая здоровая, блин. Я первый раз такое вижу. Пишите, ребята, в комментарии. Для чего, когда, чего и тут такой вот патрон. Вот если такая вот шайба прилетит в голову, да, от головы ничего не останется. Вот такие вот вещи здесь. Гнилые они. Прямо достаёшь оттуда руками. И там внутри порох. Классно. Ребята, вот такие здоровые патроны, которые я сказал вам с набалдажником. Внутри, ребята, какая-то вата. И порох там совсем другой. Шайбочка никаким какой-то. Видите? Шайобочка никаким-то. Блин. Он уже сколько набрал. Вот это пламя будет. В конце видео выпуска. Подождём. У Рустика там какой-то сигнал. Сейчас тихо посмотрим. Да, будет твоя первая зачётная. Серёга, покажи, что ты там наковырял. Так, у Серёги вот такая вот яма. Ну, в принципе, небольшая. И по находкам у него как-то вот так вот. Самое интересное, вот царская монета. Вот, когда он здесь поднял три монеты, мы к нему прибежали. Пятачок. А, трёшечка. Тридцать девятый, ёпты. Тридцать тридцатый. Я не видел. Герб, смотри, какой старый. Ничего не вижу. А слеп. Так, а у меня вот с этого, с небольшого участка, уже вот такое вот количество монет. А, так, пятнашка. Три пятнашечки. Два рамочника. Один щитовичок. Десятка. Рамочник двушка. И вот такая вот, жалко, с утратами. Якорь с топором. Пока так. Тёлк, кого там? Вот так вот. В принципе, шурфологи. Один нашёл шурф, и все кидаемся на него. Этот шурф нашёл Серёга. И мы прибежали с густиком сюда. Так что, пока. Немного. Итак, ребят, ну что? Советики я вам не показываю. Серёга, Рустик. У Серёги там вообще, блин, столько посуды. Он каждую секунду выкидывает посуду. У меня вот такой вот сигнал выпал. Красиво так лежит. Это у нас двушка. Двушка Николая. Орёл. Огонь. А с другой стороны, ребята, после чистки будет говно полное. Зелень. А вот орёл вообще бодрый. Ну ладно. Царь. Уже третий. Класс. Ребят, ковыряемся мы дальше. Продолжаем с трёх сторон. Рустика есть. У Серёги есть. И у меня тоже появился зелёненький. Но с одной стороны, видите, нижнюю часть я уже почистил. Всегда, когда я поднимаю 2 копейки 24-го года, я в надежде тру, чтобы циферка 4 превратилась в 25. Но, к сожалению, не получается. Снова 2 копейки 24-го года. Герб бодрый. А здесь немножко с утратами зелёный. Классно, классно. У пацанов, блин, бутылочки всякие, стекляшечки. А вот у меня пока монетки прут. Продолжаем. Так, ребят, выпало то, что никто не ожидал. Я долго не снимал ничьи находки. У Серёги были и царские монеты. У меня и советские. Я не снимал. Всё, ждал какой-нибудь изюминкой. И смотрите, что выпало. Та-дам! Вот такая вот хреновина. Офигеть, я сейчас её потру. Может быть, на ней рисунки есть. Пишем, предполагаем, что это такое. Ребят, что такое? На нос поделать. На нос? Да. Или между ног, да? Ну, сейчас покажу, трясутся. Офигеть, вот такая. Надеюсь, там будет всё продолжение. И мы узнаем, от чего это. На нос это ли, куда? Два балбеса вот стоят, блин. Ладно, копаем. Ну что, ребят, находки пруд. Лезут, лезут. И вот у меня зелёненькая. Зелёненькая. Это у нас 3 копейки 24 года. Класс! Вообще зачёт. Продолжаем. Здесь камрады ещё подъехали. Тоже копают. Ну, где-то вот там. Вон, в том леску. На белом корде. Если нас смотрят, привет! Ну что, ребят, мелочи я вам не показываю, но пятак можно показать. Сохран, конечно, не очень. Тридцать первый год. Тридцать первый, да? А, пятьдесят первый. Ёшкин кот. Вот такая вот. Почти чистенькая. Причём сама выпала. Идём! Класс! Зачёт! Ну что, ещё один пятак, ребята, вышел. Но пятак уже... Ну так, тридцатый год. Классный. Я вам не показывал ещё несколько находок. Колечко, конинка, двушка, трёшка. Вот такие вот монеты пополняют нашу копилочку. Зачётно. У пацанов тоже сигналит приборы. Так что, ладно, идём дальше. Итак, ребята, у Сергея царская монета. Вот она. Это копеечка. Но разглядеть, какой год, невозможно. У него прям, смотрите, какой. Ваш шов грандиозный. Прям бутылок. Море, море, море. Зачётные, которые у него. Это две царские бутылочки. Вот и вот. И третья. вот такая вот. Стекляшечек. Ой, красиво. Смотрите, какая стекляшка. Мрана 2. Офигеть. Вот такой, смотрите, ещё горшочек. Прикольный носик. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, находка, но находка маленькая. Маленькая вот такая вот копеечка. Вы спросите, а что я её показываю, да? Я копейки, двушки, трёшки не показываю. Но год-то, смотрите, 1927 год. Вы, наверное, цену уже знаете, но я нет. Пацаны говорят, дорогая. Была бы двушка 27-го, было бы вообще классно. Ну, цену я прикрепил, вы уже знаете, а мы ещё в догадках. Так что, если дорогая, пишем комментарии, и поздравляем с удачной находкой. Ребят, тут вот такой вот хороший лежит, кругленький. Я ещё прибором не проверял, но что-то круглое, смотрите. Ну-ка. Та-дам! Это монета! И что за монета? Это у нас всего-навсего пятак. Пять копеек советские, герб старый, и год наверное двадцать шестой. Класс! Я сейчас вот в ямку залез. Тут так прохладненько! Классненько! Серёга перебрался на другой угол по диагонали. Там бутылки закончились, говорит, всё, хватит, надо монеты собирать. Ну ладно, пусть собирают монетки. итак, ребят, находка довольно-таки оригинальная. Мы сейчас устроили консилиум, варианты были много, но Сергей дал точный вариант, что это такое. И мы знаем, что это. Пишем в комментарии, если ты знаешь, а если не знаешь, то спроси, мы скажем. Вещица интересная из цветного металла. Довольно-таки редко. Я впервые откопаю такую вещь. Русты, такую находил, серебряный пинцет для сахара. Ну, ёпты, всем рассказал, что это такое. В общем, это для сахара, ребят. Пардон, 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 я занят, простясь. Да. Ну что, ребят, шурфик, я уже за собой немного присыпаю, делаю кое-какие красоты. Попадаются вот такие вот. Это что у нас? Советская, но выпала царская монета. Две копейки в год сказать не могу. Николай, зачетно? Сегодня царики, советики, все в одном фундаменте. Зачетно, зачетно. Фух, сегодня жарко, однако жарко. Копаю уже вторые сутки. Ночь не спал. Сейчас продолжаю. Ну, а по находкам, ребят, у нас получилось вот таким вот образом. Давайте начнем справа. Это находки у нас рустика. Он у нас сегодня прям сегодня по стеклу. Удачно. Зачетно. Три царика у него. Николай, Александр, Николай. Ну, и советики. По советикам русские что это самое интересное? Пятак 40-го года, Пятак 30-го, Пятак 46-го. 34-й шурпе так? Да? А, нет, 31-й ешкинку. Вот, потом, ну, в принципе, что я у него еще? 10 копеек, рамочник, да и все, наверное. По шмурдяку конины накопал, прям вот так вот. Рустик, наперсток, ой, наперсток поднял, и вот мухштук. Серега тоже в этом же шурфе, тоже мухштук. Ну, Серега, что-то скромно, он зато нормально, 2 копейки, тысячи сутки. Да, ребят, представляете, Серега нашел этот шурф, накопал меньше всех, зато он нашел шурф. Потому что я не успел начать, они протяжали оба, все выкопали. Вот такие вот бутылочки, вот эта зачетная бутылочка. Мы с Рустиком пробежали, и все выкопали. А с Серегой шурфа только поднял. Раз, два, три, четыре, пять монет. Рустик его переплюнул. Вот, ну и по моему находкам у меня немножко покрасивее, понаряднее, по количеству, все интересненькое. Вот, у меня, к сожалению, только одна бутылочка. Вот, вот такая вообще шикарная вещица. Здесь у нас имеется клеймо, в виде тюльпана. Если что, кто знает, напишите, пожалуйста. А, пуговица была морская, наверное, кортик. Пуговица морская, да, вот, пуговица. Ну, она как, она инженерная, или как она называется? Яковь, яковь, топор. Вот такая вот заколочка, гламурная. Древняя, между прочим, древненькая. Ну, и шмурдяк, шмурдяк. Серебряная, к сожалению, у нас единственная сегодня 84-го пройба. Вот такая вот сережечка. Вот такая диковина интересная. Сахарница. Сахар ломать. И, моё предположение, вот это была печать. Потому что, здесь была деревяшка. Я её обстучал, она высыпалась. Вот так вот печать. По монетам у меня получилось, я уже посчитал, ребята, у меня получилось 40 ровно монет. По меди, раз, трёшка, 1896-го, трёшка, 24-го, я всё, копеечка, всё ждал, когда у меня двушка выпадет 25-го. Раз, двушка, два, двушка, три, двушка. Даже полушка выскочила. Ну, вот такая дефектованная. по пятакам, что интересно, 26-й, затем, ещё, два 26-ых, 52-й, 31-й, 30-й, 34-й, а, 54-й. Ну, и трёшечки, ничего интересного. такая вот заготовка была, народное творчество, рукоблуды, и копеечка 30, о, 28-го, 28-й год. Надо бы сейчас по приложению посмотреть. Вот так вот, всё, что я хочу оценить, это, конечно же, трёшка, 1896-го года, хорошая, бодрая, и у Серёги Павел Первый. Ну, на этом цинусные находки закончились. Так что, так вот, получилось. Ростик вот на прошлом копии я вам не показывал, вот такую вот пряжечку ещё поднял, тоже с этого места, женская пряжечка, периода, 20-го века, зачётная, красиво, ажурная. Ну, в принципе, а, я вам сейчас покажу, как горит, ребята, порох, у меня же порох, самое интересное, сейчас я включусь. Итак, ребят, на это я буду заканчивать свой видеокоп, сегодня получилось просто шикарно, тем, что, ну, сложились обстоятельства, так что, ночной коп, отвратительный, мерзопакостный, но на утро, когда пацаны выспались, Серёга пошёл и наткнулся на один шурф, где у нас получилось у меня 40, у Рустика порядка 15, да, у Серёги, в общем, где-то монет 60 у нас вышло с одного шурфа, и это кучеряво, цари, советы, всё классно. Ну, а сейчас, напоследок, ребят, хочу вам показать те патроны, которые я нашёл, я их распотронал, и высыпал порох, и сейчас вашему вниманию покажу рабочий порох спустя 100 лет, больше 100 лет, 104, да, в общем, сейчас, ребята, заранее, всем пока, до новых встреч, и напоследок, изюминка, наш порох, а может, будет высыпать его? Так, вот такой вот получился у нас пакетик пороха, надо подальше, наверное, надо подальше, давай, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА